А сейчас в каждом дворе у нас в Москве вот такие красочные детские площадки. Да, очень интересно. Я бы такую площадочку с удовольствием бы себе на даче приобрела. Фирма Забава. У нас на даче тоже хорошая. Горка, правда, не очень удобная. А так, смотрите-ка, такие яркие. Все в пластике. И пластик очень интересный, он никогда не выгорает и не трескается на морозе. Вот такие интересные ступенечки, да, Олечка? Фирма Забава, здесь еще интереснее. Да, не говори, здесь еще интереснее, оказывается. Фирма Забава, а вы смотрите, здесь ли собак специальные? Да какие собаки? Нет, собакам здесь вход воспрещен, моя хорошая. Да, здесь просто полазить. И вот такая горка на две персоны. И горка как называть! Ага, какая музыкальная, между прочим, она какая-то здесь. Музыкальная. И вот такое мягкое резиновое покрытие. Ой, может на даче такое же, да, себе сделать? Да, на даче, на даче вместо батута. Да, Оля, запахать все резиной на даче, чтобы не было воды, грязи и травы в том числе. Добрый день, мои зрители и мои подписчики. И мои не подписчики. А просто заглянувшие ко мне на огонек. С вами Любовь, да. И мой канал Next Station. Забрала Олечку из школы в очередной раз. А забираю я ее два раза в неделю и еду к ней ровно час двадцать. Ну, я бабушка-бабушка. Да, я бабушка-бабушка. И вы уже видели, какие красивые у нас здесь во дворе детские площадки. А я вам хотела кое-что показать. А я что им хотела показать? Оля-ля, пока я рассказываю. Давай-давай, игра, играем. И не только хотела показать, а я вам хотела еще кое-что рассказать. Седьмого апреля моей дочке младшенькой Надюшке было тридцать лет. Она с друзьями уехала в загородный дом отмечать свой день рождения. А мы с мужем были, ну, кто смотрел мои там ранние видео, мы с ним были на даче. Когда мы приехали на другой день, нам же нужно подарить подарок нашей дочке. И я вот сняла все это на камеру. Ну, как-то мне не досуг было все это выложить. Какие-то дни у меня такие сумасшедшие. Никак я не могла вам показать, что за подарки, какой подарок мы подарили нашей дочке Надюшке. Помимо основного подарка, я дочке Надюшке приготовила еще сладкий подарок. Есть очень интересная кондитерская. Я говорю слово интересная. Она по вашему замыслу, по вашему проекту, не побоюсь этого слова, по вашему видению приготовит торт. Вот все то, что вы скажете, все, что вы, как вы описываете, как вы хотите видеть торт на день рождения, вот они это делают, ну, знаете, как скажу, даже на 200%. С таким мастером, такие художники, такие дизайнеры работают. Я хотела ей... Да, она у меня караоке любит пить. И очень часто тусуется с друзьями. И мне очень хотелось, чтобы торт был очень такой креативный. Чтобы там был микрофон. И я просто здесь тяжело стою, здесь везде красят. Я уже не могу, улечка, нам пора уже выдвигаться в другое место. Так вот, там должен быть микрофон. Я хотела... Ну, из марципана хотела. Из марципана, покрытый глазурью. Я хотела, чтобы там было много ягод, клубники. Прям вот что-то такое августовское. Несмотря на то, что это был апрель. Хотела, чтобы стоял бокал с шампанским. В общем, все, что я заказала, и все, что я обговорила с этой кондитерской, они выполнили просто безупречно, безупречно. Я забыла сказать, что когда я готовила свою идею для Надюшкиного тортика по поводу караокен, я думала, какой же бы надпись на тортике придумать. Ну, с днем рождения очень банально. 30 лет, это очень банально. Я придумала. Хочешь петь? Пей! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Надюша, мы тебе поздравляем с днем рождения! Я не знаю, что там, честно говоря, иди открывай. Хорошо. Так-с. Какая-нибудь такая маленькая-маленькая-маленькая колечко. Вернее, я догадываюсь, что там, Саш, но я не думаю, почему она такая большая коробка. Веники. Я только подумала. Подожди. А это не пригодится никуда-то для декупажа. Вау, такая штука классная. Может, это коврики, Надюш? Думаю. Хорошо, ладно. Опа. Опа. Подожди, Надюша. Угу. Угу. Вот такой будет у меня комбайн висы. Так, Надюша, значит, будешь... Что нам делать? Что, ведь, печь? Печь? Да. Мне подарили еще форму для записка, мне Настя подарила. Тихо, ногти. Я уже сломала на выходных один ноготь. Так, что, так, Надюш. Дрова колола. Дрова? Да. Приезжай ко мне, к нам на дачу, дочка. А ты думаешь, на дачи нет? Не колем, когда надо? Колем. Вот эту вот сейчас хочу. Да, вот она. Вверх, вверх, вверх. О-о-о. Теперь это сюда. О-о-о. Вот еще сколько документов. Гарантии этого. Такая большая коробка, сейчас вытащим, он там. Он там маленький, маханький. Он там маленький, маленький. Давай, дочка, держу. Угу. Саша. Ну, отойди. Ну, без тебя не нужно. Что-то они в четыре руки. Опа. Ну, как мне посмотреть-то? Знаешь, как снимают? Когда снимают там это самое. Никак. Операцию, знаешь, как оператор туда всегда. Вау, какая прелесть. Она лежа, она лежа встанет. Лежа ляжет или лежа встанет? Не знаю, потом посмотрим. Выражение лежа встанет сюда, в диване. Стой ляжет. Стой ляжет. Подожди-ка. Или лежа встанет? Как ты сейчас сказал? Встанет лежа. Ну, дочка. Я довольна. Ты довольна? Я ж такое просила. Ай, какая прелесть. Как-то очень грустно отвечает. Просто у нас была бессонная ночь, я очень хочу спать. Ну, нет, не как грустно. Я потом за тебя... Я у нас вот такая вся. Я поэтому тебя и не снимаю. Я знаю, что ты бессонная ночь. Так. Да, прошивала только, да? Нет. Нет. Потом. Зачи-ка, она с чем там? Еще, еще, еще. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. В разнот сейчас пойдет. Саша, в ней можно стирать носки. Намотает. Намотает? Намотает? А это время тут? Ну, да. Интересно, это таймер? Что-то можно поставить? Да. И все? Ты же говорила, что включаешь таймы и уходишь по делам своим. Он за тебя все это делает. Потом куда-то выливает. Ты еще сам пищу. Да, потом приходишь, и все готово. Такое? Да. Спасибо. За кадром остается обнимашка. Бисквит для теста, потом для бизе. Вот это для грубого теста. Наверное, такой, который подниматься, наверное, будет. Это, который помягче теста. Вот это для грубого. Это такие вот бизе, и все. Это для грубого теста. Ну, это для бисквита обычная. А вот эти, вот это, чтобы делать всякие зефирки. Да? Плешки, да. Все, дочка. Ты у меня хозяинка. Ты так каждый день у нас готовишь. Так скажу, у нас дарила какие. Давай. Столк у нас занят. Да, там. Подхальный все. Вот со стороны степи дарила. Я у нее просила. Ну, это просто форма для. Я просила конкретно вот такую. Это в основном, конечно, я просила не для выпечки, а торты делать. Это мы за стюжечки. Классненько, конечно. Туда выкладывается, вкладывается, вкладывается всякие слоями. Потом открываешь, и у тебя уже готовый торт. Так, ищу. А это под печеньки. Ой, какая, ну честно, не будешь открывать, латенько. Какая прелесть. Можно открыть. Это форма под печенье, такие всякие разные крабики. Ой, какие хорошенькие. Ой, какие хорошенькие. Все интересно, что это не будет творяться, но в одном контейнере все. Очень удобно. Ты видишь, что это под нашу кухню? Ну, практически да. Все под цвет нашей кухни. Я просто показываю, что у нас сейчас в большой комнате. Это те игрушки, которые у нас хранились у Максима под кроватью. Теперь они у нас в большой комнате. Так, а мы продолжаем смотреть, что Надюшке подарили на день рождения. Это моя подруга. Это аптечка. Я так думаю, там винт, йод. Да, у нас многие перепутали это именно с аптечкой. В надежде, что это хозяин дома, такой молодец. Позаботился о нас. Вдруг что случится? И оставила нам аптечку. Но нет. Тут вот тоже такие кресты были заклеены. Это скоро помочь? Утром, что ли? Утром? А похмеляться, Надюша? Значит, я все читать не буду. Средства для снятия напряжения. Показания к применению. Повышенная напряженность организма в связи с накопившимися мелкими бытовыми неурядицами и стрессом на работе. Способ применения и дозы. Так, вот это поподробнее. Употреблять внутрь, во время еды, в компании друзей, т.д. Идей в умеренных количествах. Вы в умеренных пили, Надюш? Читайте. Рекомендуемая продолжительность профилактического курса определяется индивидуально. Противопоказано употреблять в одно лицо. Ведет к привыканию. А, алкоголизм. И, внимание, при случайной переделозировке возможны выходящие из организма явления, последствия, обусловленные наполнителями, входящими в состав средства. Ну, вот как-то хорошо и мудренно. Так. Следующее. Это универсальное средство. Употреблять внутрь совместно со средством для снятия напряжения. Соответственно, вот с этим средством. Вот с этим средством, да. Это основное средство. Смотри, когда ты красишь волосы, я помню, что там должно быть это, это и это. Так, это универсальное средство номер два. Универсальное средство номер два употребляется вместо со средством для снятия напряжения. Что там у нас? Имеет обширный список применений, не имеет противопоказаний. Это что там, закуска? Там лимон. По бутылке, если кто уже знает, это мартини. Мартини. Это швепс. Это лимон. Всё, что нужно, чтобы сделать коктейль. А мята? А это не мохито. Мохито делается с ромом. Дальше. Средство для повышения настроения. Показания к применению. Пониженное настроение и усталость. Способ применения дозы. С целью профилактики взрослым и подросткам рекомендуется употреблять внутрь в умеренных количествах. Что это, шоколад? Внимание. При случайной передозировке возможно нежелательное положение на теле и слепание в нижней части спины. А попа это спина? Это шоколад. Я так понимаю. Вау, вообще с таким юмором. Универсальные средства. Показания к применению. Приобретение желаемых ценностей. Способ применения ограничен только вашей фантазией. Что там? Деньги? Да. Там красивая бумажка. 2000 рублей. Ну что ж, поверни ещё раз. Я попробую. Вот теперь я хочу почитать. Способ применения ограничен только вашей фантазией. Короче, возьми 2000 рублей и ни в чём себе не отказывай. Да, ну там такое уже личное пожелание. Хорошо, ладно, лично не будем. Ну, это так просто. И настало время приветов. По традиции, время приветов. Меня часто спрашивают мои подписчики в моих комментариях, ну когда же мне передадите привет, а то мне? Ну согласитесь, я не могу в одном видео, ну сразу 10 приветов, подрастягивать удовольствие, как мороженку. Так вот, я хочу сейчас сказать об одной интересной девушке. Алла Рапина её зовут. У неё есть свой канал. Эта девушка любит ходить в круизы на теплоходах, да таких просто, таких огромнейших. А я боюсь воды, Аллочка. Вы себе не представляете, как я боюсь воды. И может быть не только воды. Я не боюсь, мне не нравится вот это вот пространство. Хотя говорят, что на таких теплоходах, там и бассейн, и всё, что хотите, да, футбольное поле. Ну в общем, Алла, Аллочка. Спасибо вам большое. Вы знаете, самое большое спасибо, за что. Недавно, а это было как раз перед 8 марта, я в Фейсбуке открыла вашу страничку и совершенно случайно увидела видео поздравлений для меня. Для меня это было вот, настолько я была шокирована, я не думала, что действительно можно совершенно случайно зайти на вашу страничку и увидеть о себе вообще, вообще посвящённое целое видео. Я отлично понимаю каждого из вас, когда вы случайно что-то о себе слушаете, у вас, а что, обо мне, обо мне? Вот у меня было такое же состояние, когда обо мне говорила Алла Рапина. Аллочка, благодарю вас за ваши тёплые комментарии, за ваши чудесные поздравления. Спасибо. Ну, всё. Надеюсь, что ролик для вас оказался очень интересным. Сейчас меня снимает оператор, моя дочка, моя внучка, Олечка. Ну, конечно же, она как дочка моя, ещё одна младшенькая. Кстати, бабки на весна. Вы спрашивали, вы говорили, что сумка там очень какая-то дешёвая. Она хорошо смотрится под моё пальто. Правда же, да? На этом сегодня всё. Не всё. Потому что сейчас мне Олечка сказала, что мой маникюр не подходит под моё пальто. На что я ей ответила, что маникюр, он так, на две недельки, да? А пальто сегодня есть, завтра нет. Да? Ну, в смысле, я его сниму и одену другую одежду. На этом сегодня всё. С вами Любовь Дар. Не забывайте подписываться на мой канал, если интересно. И включать тот самый колокольчик, чтобы не пропустить мои видео. Даже картнула галка там, да? Всего вам хорошего. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»